Человеческий путь здесь, на Земле, он всегда связан с определенными вызовами, он всегда связан с определенными задачами, он всегда связан с определенным расширением. Система, душа постоянно расширяется, пускает новые опыты, новые опыты, которые расширяют наше представление о реальном и возможном. Но у человека всегда есть два способа реагировать на это, на расширяющий опыт. Каждый день это новый расширяющий опыт. Первый способ – это страдание. Страдание – это спазм. Приходит что-то, что меня изнутри пытается расширить, а я пытаюсь удержать границу. Когда я пытаюсь удержать границы, происходит спазм, происходит перемыкание энергии, происходит высушивание структуры, происходит боль. Возникает боль, возникает страдание. Когда человек идет в спазм, когда приходит к нему расширяющий опыт, когда человек идет в сопротивление, когда человек идет в отрицание того, что происходит. Есть второй способ реагировать. Это способ позволения доверия, позволения опыту прийти и расширить меня. Это то, что в йоге очень сильно заметно. Когда встаешь, если ты напряжен, тебе будет больно. Если ты позволяешь, происходит что-то. Происходит расширение человека. В данном случае связок, суставов, чего-то еще. Это все к чему? Это к тому, что о том, как будет развиваться человек, не нам заботиться. О том, чтобы человек шел вперед, не нам заботиться. О том, чтобы сказать человеку, куда ему идти, не нам заботиться. Это вообще не наше дело. Есть только одна помощь, фасилитация, поддержка, которая нужна каждому человеку. Это помощь в расслаблении, помощь в освобождении от спазма. Помощь в позволении жизни его расширить. И все, что я делаю, разными словами, в разных роликах, я транслирую в одну мысль. Все в порядке. Это нормально. То, что происходит нормально. То, что происходит не страшно. Вы в безопасности. С вами все хорошо. Вспомните детское состояние. Вот произошло что-то, а вы одни. И что-то вас напугало. Вы остались там, не знаю, в магазине потерялись. И у вас все. Драма, страдания, что мир стал вдруг страшный, жестокий, опасный. И вдруг вы видите маму, ну или кого-то из родственников. И она приходит и утешает вас. И вот в этот момент происходит как будто бы опять возвращение в безопасность, в благость. Домой. Вот. И спазм уходит, и страдания уходят. И вдруг этот магазин перестает там, в котором вы потерялись, например, перестает казаться таким опасным. Таким вот непонятным местом. Но все в порядке становится. Вот. Всем людям нужно именно это и только это. Все остальное жизнь сделает за вас, за них. Из ума невозможно предугадать, куда им идти, как им идти, с какой динамикой идти, что сделать, какой последовательный шагов. Поэтому нет на самом деле никаких ступенек, по которым нужно забираться. Жизнь индивидуально подходит. Это индивидуальная работа. Но чего действительно людям не хватает, это не хватает осознания, что все как бы не было драматично, что все в порядке. Что с ними все в порядке, с жизнью все в порядке. Что если они расслабятся, ничего страшного не произойдет. Если они отпустят этот спазм, эту хватку выживания, то они не потерпят, не испытают боли. Что только этот спазм вызывает боль. Что жизнь не отнесется к ним неблагоприятным. И вот когда вы начинаете транслировать именно это, в первую очередь в своем состоянии. А для этого вам нужно, ну как и все мы, да, мы идем в жизни в какую-то смелость, да, духовный путь, это путь смелости. Это путь позволения себе зайти в области, в которые обычно человек не заходит. В те области доверия, которые для другого человека пока страшны. И вот если вы заходите в эти области доверия, то каждый раз, когда вы туда заходите, вы получаете от мира подтверждение, что мир о вас позаботился, что мир о вас не предал. Когда вы туда шагнули. Каждый раз, каждый раз, каждый раз. Если вы прямо идете в доверие, мир никогда вас не подведет в конечном итоге. И когда вы получаете, знаете, как-то поймаете этот момент, как на велосипеде кататься, да, вот надо поймать это. Также и здесь поймать, что вот вы проявляете доверие и вы получаете. Но сначала вы доверяете, а потом получаете. А потом получаете поддержку. То тогда вот это становится основным транслирующим элементом, который лечит, целит, помогает, поддерживает, делает все. До этого бесполезно что-то делать. И нет такой задачи ни у кого. Ни у меня, ни у вас, ни у кого бы то ни было. А если вы можете транслировать, быть рядом с людьми в состоянии доверия, транслировать им ощущение безопасности, то человек пройдет этот путь сам. Человек пройдет этот путь сам, получит свой уникальный опыт, не потратит десятки или сотни лет на то, чтобы идти по ложным дорожкам. В коридоре, может быть, коридор есть. Можно, если темно, можно на одну стенку натолкнуться, поупираться, потом на другую стенку, потом на три, опять туда, опять туда, елочка такой идти. Упираясь каждый раз в стенку. Потому что ум думает, нет, тогда надо идти так. Нет, не получилось, тогда надо идти так. Не получилось. Если вы транслируете спокойствие, в какой-то момент человек расслабляется, открывает глаза и просто идет вперед. Просто идет вперед, он проходит быстро, он проходит более емко в своей жизни. Он получает живой результат. Живой результат. Он растет, расширяется быстрее. Но для этого нужна вот эта трансляция безопасности. А для этого, в первую очередь, нужно это состояние безопасности вернуть себе, присвоить себе, ассоциироваться с собой назад. Потому что мы его потеряли. Мы его потеряли с детством, с растождествленностью от Бога, от родителей, от внешнего мира. Мы потеряли это состояние безопасности. Мы его отделили от себя. Но оно все равно продолжает жить у нас. Почему? Потому что ничто в небезопасности существовать не может. Это код жизни, это ДНК жизни. Безопасность. Благо. Вот взять любую структуру. Кошку, собаку, живую структуру. Растение, человека. Если его постоянно подвергать стрессу, если его постоянно тыкать, если его постоянно держать в состоянии неопределенности, в состоянии возможности нападения, то тогда эта структура начнет погибать. Растение, если кричать, у нее будет завидать. То же самое. И это демонстрирует нам что? Это демонстрирует нам то, что жизнь несовместима с небезопасностью, с отсутствием блага. То есть благо является единственным условием жизни. А если мы родились, если клеточки нашего тела, из стволовых клеточек там все выстроились в эту структуру, то эта выстройка несла в себе вот эту энергию блага, жизненности, заботу. И это составляет каждую нашу клеточку. И только наш разум, наше сознание вносит в дисбаланс идеально благую структуру. Идеально совершенно благую структуру. Структуру, в которой все подчинено принципу блага. Все подчинено созиданию. Все подчинено жизни. Только разум, только разум вносит. И если вы начинаете возвращать себе, обращать внимание, что кроме вот этой истории нигде в вашем теле не живет страх, нигде в вашем теле не живет ничто плохое, и нигде в вашем теле нет ничего опасного, что внутри вас все структурировано на принципе изобилие и блага, не просто потому, что такова природа жизни, то тогда вы можете начать постепенно этому доверяться. И когда происходит вот это вот опирание, появляется опора внутри, то тогда вы оказываетесь дома всегда в любом месте, слушая или не слушая кого-то ни было. Вы всегда там. Знаете почему? Потому что вы и так всегда там. Вы никогда оттуда не уходили. Вы родились, и вы не покидают дом. Вы его носите с собой. Вы можете забыть про это, вы можете игнорировать это, вас может в этом не знать, вы можете это не осознавать, но вы все равно там. Вы никогда это не теряете. Потому что жизнь и благо нераздельны. Жизнь и дом нераздельны. Жизнь и безопасность нераздельны. Жизнь и единство нераздельны. Иначе невозможна. Везде, где уходит благо, исчезает жизнь. Просто она там не может существовать. И это приводит нас к идее о том, что действительно важно. Такая последняя мысль без отравки. Что действительно важно. Иногда нам может казаться, что важно какие-то вещи, которые мы видим как некие идеалы. Здоровье. Какая-то там форма физического тела. Состояние сознания высокое. Отсутствие негативных эмоций. Какие-то еще вещи. Это все полезные вещи. Отношения. Забота о других или забота о себе. Ну, не важно. Какие-то самые разные вещи, которые вот вокруг нас как образы мелькают. И мы иногда вместо того, чтобы жить, останавливаем все и начинаем идти в какую-то концепцию. Достигать какого-то состояния, образа или цели, которое нам кажется, сможет нам позволить жить лучше. Вообще позволить жить. То есть в некотором смысле иногда мы делаем так. Мы говорим, стоп. Я начну жить и позволять себе жить полноценно. Только тогда, когда это первое, второе, третье. И очень много жизненности откладывается на завтра, на послезавтра до какого-то состояния, до правильного времени, до правильного... И в этом, кстати, есть только... Вот если есть предательство в этом мире, то он только одно. Это отказаться от жизни в пользу идеалов. В пользу идеи какой-то. Отказаться от жизни как высочайшей ценности. Потому что жизнь уже содержит в себе все. Как часто мы отрицаем жизнь с ее благом, с Богом внутри нее, с красотой внутри нее, с мудростью внутри нее, в пользу идеальности. В пользу совершенства, которое когда-то позволит нам расслабиться и вернуться к жизни. И вот это кольцо, если вы его не порвете, его никто не порвет за вас. Идея о том, что я буду идеален, тогда смогу жить. Действия, которые еще больше спазмируют, отдаляют от жизни. Соответственно, больше фрустрации, больше разочарования. И опять постановка новой цели, что нужно что-то достичь. Вот это кольцо разочарования, кольцо отдаления, выходения из жизненности, его порвать может только человек сам, внутри себя и только одним способом. Прямо там, где вы есть, это пойти в расслабление. Пойти в соединение с тем, что происходит. И признать Бога, любовь, красоту и благо внутри своего тела, внутри своих клеток, внутри своей жизненной ситуации, внутри окружающих людей, внутри всего того, где вы находитесь, прямо сейчас. И когда вы начинаете все больше и больше соприкасаться с сутью жизни, коннект появляется. Это все преображается. Но не до тех пор. Ага, сейчас есть все для наслаждения. All-inclusive сейчас в этом путешествии. Все. Five stars resort and span. Бесплатные, да. Ну, заходите. Афиша висит, всех пригласили. Всем смс-ки отправили. У некоторых нет телефонов, это правда, они не получили смс-ку. Но человек хоть телефон должен иметь, хоть кнопочный, хоть это, такой маленький. Телеграмму можно получить. Хотя бы, да. То есть, хоть на почту прийти, получить телеграмму. Ну, хоть вывеску прочитать, хоть читать начаться. Для меня, для человека, который думал, что вот надо сидеть, медитировать и ждать светлого будущего, и вот просто посвятить себя Богу, для меня идея о том, что мы здесь для наслаждаться, звучала очень странно. Наслаждаться чем? Такой ад происходит, да, в мире. Все плохо. Мне казалось так раньше, когда-то. Мы здесь для того, чтобы наслаждаться. То есть, вот все, сама жизнь несет в себе вот эти ноты наслаждения. Она невозможна без удовольствия. Все самое прекрасное в этом мире, что возникает, когда мы расслаблены, когда мы не спазмированы, это состояние радости, легкости, это наслаждение. Даже труд приносит наслаждение, когда мы отсюда. То есть, так много всего, чтобы наслаждаться, и уже сейчас это можно делать. Потому что, когда мы наслаждаемся, мы чествуем величайший дар Бога. И мы выполняем свою миссию. А когда мы не наслаждаемся, когда мы не радуемся, мы отрицаем дар, который, ради которого пришли. Вопрос такой. Я понимаю, о чем ты говоришь, да, почувствовать вкус жизни, можно так сказать. Ну, вот ощутить, да, своим, прям здесь и сейчас. Ну, был такой своего рода опыт, да, жизненный, когда, вот, как ты говоришь, понял, что вот оно все. Либо ты делаешь шаг, либо ты вообще тут сейчас вот просто утонешь в этом болоте. Шаг сделан, полное доверие жизни, в течение месяца, там, я не знаю, причем вот реально, ситуация отпущена полностью. Все выстраивается так, что через, в течение месяца, вот, ну, выстраивается там новая, новая реальность, скажем так, которая просто, вот я ее сейчас вспоминаю, как бы, вообще вау, это было настолько круто во всех отношениях. Ну, дальше там жизнь течет, что-то меняется, я имея опыт вот этот позитивный, ну, когда опять подошло, скажем так, некая грань, я делаю шаг, ну, я же, как бы, имею опыт все еще, да, если попадаю просто в конкретную, в конкретную, по-русски, задницу, да, то есть, жизнь разворачивается уже в другую сторону, противоположную, время идет, как бы, становятся все хуже, хуже, как бы, начинается, по сути, паника такая внутренняя, вот, в этой панике, потому что двое детей, как бы, семья, и вообще, как бы, и учить надо, скажем так, и в результате, ну, в результате этих метаний, там, уже хватает, что рядом было, грубо говоря, там, лишь бы, лишь бы за что-то зацепиться, ну, ну, вот, на данный момент, по сути, я вот в этом зацепленном состоянии, причем, когда я за это зацепился, я сам себе говорил, ну, мне лишь бы сейчас перекантоваться, условно говоря, и сейчас я выйду на какую-то, вот, новую волну, на новый виток, но вот в этом кантовании, у меня уже, там, где-то 12 проходит, вот так, то есть, вот, с одной стороны, был, вот, этот, вот, опыт, как ты говоришь, доверия жизни, и в то же время, когда, произошла попытка, скажем так, еще раз довериться, так, полностью, развернули в другую сторону. Нет, в браке нет, никто не нужен ворочек на такую сторону. Во-первых, я начал с того, что никто не, сегодня вот начал встречу, я дословно скажу, мне здесь пришли, чтобы работать, ну, в некоторых, ну, вот, как-то я так сказал, мы пришли для того, чтобы испытывать расширение, да, жизни. Никто не сказал, что будет легко, но сказали, что будет интересно. 12 лет, 20 лет, 50 лет, 100 лет, не важно, не важно. В этом-то вся история, что не в нашей ответственности говорить жизни о том, куда идти, куда идти, не в нашей ответственности создавать претензии, и не в нашем праве, к Богу и жизни за то, куда он нас развернуло. Но в нашей ответственности внутри этого иметь не надежду на светлое будущее, а иметь внимание к возможности наслаждаться. Потому что, когда мы выправляем свою вибрацию внутри вот этой, как бы, задницы, да, в которой мы оказываемся, если мы там внимание направляем на и страдания убираем, то не значит, что это быстро рассосется. Первый раз получилось, второй раз может подольше, может еще подольше, может еще подольше. У нас нет задачи, вообще нет задачи выйти куда-то, чтобы жизнь куда-ка во что-то преобразилась. Есть задача качественно проживать энергию, которая есть. Мы здесь для того, чтобы наслаждаться, но мы здесь не для того, чтобы наслаждаться в идеальном условии. Потому что идеального не будет. И вот иногда урок освобождения от того, как должно быть и как мы хотим быть идет долго. Иногда урок претензий к жизни проходит долго. Но когда человек выбрасывает идею претензий к жизни и выбирает жить сейчас, даже когда все непонятно, сложно, и он понимает, что проще-то может не быть. Ну и проще может не быть. А жить-то хоть надо. Жить-то хочется. И вот когда мы выбираем жить здесь, то тогда чуть-чуть постепенно снижаем вот эту вот а, куда бежать, дом горит, что делать. Вот оно вот так. Оно может длиться еще много лет, а жить будем. И вот когда выбираем жить, знаете, это очень простой выбор. И он главный. Ждать или жить. Ждать или жить. Никто не говорил, что будет идеально. Никто не говорил. Не было такого обещания. Что будет идеально, и что каждая твоя ситуация будет рассасываться в момент и превращаться хорошо, как только ты доверишься. Нет. но абсолютно точно, что всегда будет поддержка. И иногда опыт трансформации вибрационный, опыт настройки, сейчас с логической уже точки зрения, с энергетической, вот иногда опыт внутреннего преобразования занимает и 12, и 20 лет. Поиск себя, вызревание, кипение вот этого внутреннего супа, освобождение от старых программ, нахождение новых программ. Не нам говорить, суп должен быстрее скипеть или медленнее, женщина должна за 9 месяцев или за 3 месяца родить ребенка. Не нам говорить. Это природа, это энергия. Но наша задача, мы не знаем, как будет, наша задача устранить претензии к жизни и жить сейчас. Как бы это не было непросто. Как бы это не было, ну как бы. И отбросить идею, что потом будет лучше. Сейчас уже нормально. просто так, как раньше. Вот мы испытали этот опыт, а потом этот опыт стал основой для претензий к жизни. А в прошлый раз ты так сделал. Ты мне дарил цветы, а сейчас не даришь. А в прошлый раз ты мне подарил вот это. И это говорит со мной не для того, чтобы напугать, это говорит со мной для того, чтобы вернуть опять внимание к высочайшей ценности. А высочайшая ценность не в претензиях и не в ожиданиях. Потому что ожидание смерти. Высочайшая ценность в жизни. Какая она не была бы. Виктор Франкл был в концентрационном лагере и он выбрал жить. У него книжка называется «Сказать жизни да, жизни да». Неважно где это, сказать жизнь да. Проблема в том, что он был в концентрационном лагере, а мы воссоздаем это внутри себя. Мы сворачиваем жизненность из-за драмы. вот это не так, вот это не так, вот это не так, вот это не так, поэтому я жить себе не позволю говорить, это говорим мы сами. Нужно быть ираны сами к себе. нет. Сказать жизнь да. Какая-то такая мысль была. Почему в человеке все время включается драма? Ну, очень часто. Это контроль, контроль и безопасность. Значит, люди не чувствуют себя безопасно. Для ума есть только одно состояние безопасности, это мертвость. Ну, то есть, вот тело лежит, оно предсказуемо, гарантированно, все с ним хорошо добудет. То есть, для ума идеальное состояние, это когда мы лежим в поленепробиваемой капсуле, желательно в анапиотическом состоянии, к нам подведены глюкозы в вену, и вот мы лежим, и как бы вот тогда все в порядке. Вот ум пытается нас туда привести. Просто потому, что он не знает другого, ему страшно любое новое, любое расширение, ему нужно вот это контролируемое пространство. Соответственно, если ум сталкивается с тем, что он не может контролировать, другой человек, судьба, отношения, то первое, что он делает, это он создает претензию, потому что, а раньше было так, значит должно быть так, и это попытка контроля. Потом он находит манипуляции, он пытается повлиять на реальность, на мир, там магия, медитация, визуализация, все на свете, лишь бы сделать так, как я хочу. Это ум, это контроль. Потом, когда контроль, все зависит от уровня человека, если Бог все-таки верит в человека, то он не дает ему возможности установить контроль над миром. Когда вот этот контроль не срабатывает, вот эту воду не остановить вот этой хваткой руки, вот течет поток, вот его пальцы, нитики. Когда вот это все проходит сквозь пальцы, когда человек понимает, что контроль не работает, то тогда ум, а вот этот весь процесс это драма. Я пытаюсь обрести контроль и не получается. Пытаюсь и не получается. Пытаюсь и не получается. Ожидания не отпущены, претензии созданы. Хочу все это заморозить, почему сделать так, как я хочу, не получается. Потому что если я заморожу это сделать так, как я хочу, то это будет контролируемо и я могу... А пока это течет, это не дай Бог, что произойдет. Как я могу тут расслабиться? И вот когда человек сталкивается с тем, что контроль реально невозможен, а величайший дар Бога показать, что контроль невозможен, вот тогда-то он действительно может отпустить, эта хватка ума может разжаться, просто да ну его, держаться за внешнее. И тогда человек уже может выбрать просто жить. И это, наверное, самый большой выбор, который есть. И это вообще единственный выбор, который человек здесь должен совершить. Потому что мы такими кругами ходим, вот я рассказывал, что мы ходим кругами вокруг дома, да, который нас всегда ждет, и мы еще ходим кругами вокруг жизни. То есть родились, а жить не начали. Родились, а жить не начали. И как себя держать в ровности, чтобы не попадать под их влияние? Люди в страхе, в состоянии жертвенности. Ну, они наслаждаются, вот это, ну, как будто, парадоксально, отчаяние, да, и ты, они вроде к тебе обращаются за помощью, но ты знаешь, они наслаждаются, они держатся за страдания, потому что страдания, как ни парадоксально, это какая-то жизнь. Контролируемая вполне. Да, и плюс, это хоть какое-то спасение от серости. Люди, пусть говорят, смотрят. Страсти какие-то, мексиканские. Ровности, чтобы вот не пытаться как в своем поле держать, чтобы, ну, и поддерживать отношения с этим человеком, ты же не можешь там подрезать, и все. А, как бы, есть в исламе такая фраза, если Аллах на первом месте, все остальное на своем. Не нужно думать, ну, как защититься или как поддержать себя. Нужно думать о своей жизни. Нужно сделать, сделать выбор в своей жизни, жить свою жизнь, смотреть в то, что происходит перед тобой, чем ты можешь управлять, что ты можешь делать, и ты можешь управлять своим состоянием. То есть, надо своими выборами, своим творческим потоком, своими поступками. Этим ты можешь управлять. То есть, нужно заниматься собой. Когда ты занимаешься собой, делаешь выбор в пользу себя и в пользу жить, в пользу жить, себе жить позволяешь, то тогда все остальное, оно просто не может с этим тягаться. Когда люди не выбрали жить, на них все может повлиять. А на самом деле-то, когда мы делаем выбор просто жить сами, хоть как-то, хоть грязненько, нагрязно, ну, то есть, не на чистовик, да, просто хоть как-то жить сами, то это куда мощнее, чем все остальное, чем любая драма, которая разворачивается вокруг вас. Потому что внутри вас начинает ваш поток течь. Он внутри вас, это сильнее. Просто, просто наблюдайте те моменты, где вы не позволяете себе жить. Наблюдайте те моменты, где вы сопротивляетесь чему-то, где вы сопротивляетесь возможности наслаждаться, проживать, чувствовать жизнь. Где вы откладываете на потом что-то. Где вы не даете жизни течь. Где вы не даете любви течь, где вы не даете искренности течь. Где вы не даете истинности своей внутренней, своему мнению, своей правде выражаться. Вот эти моменты. Потому что, когда человек, конечно, вот он зашит в коробочку, то его все может уязвить, все может его ранить. Он не позволил ничему из себя выходить настоящему, хоть чуть-чуть, если струйка откроется, хоть какая-то. Это уже колоссальный задел на будущее. Это уже колоссальный ресурс для балансировки всего остального. Да, никто не гарантирует, что не будут людей, которые будут дисбалансировать. Жизнь будет всегда расширять. Но вопрос, на как бы эту жизнь у нас есть, ресурс, чтобы пройти сквозь это, да, либо мы думаем, что мы пустые, и эту коробочку ветер гоняет. И все дело в позволении. У каждого свое позволение. Я не могу дать универсального. Но у каждого любой духовный урок сводится только к одному. К позволению. Кому-то позволение доверится, он хочет довериться, но он говорит нет. И человек блокирует жизненный поток. Он говорит, нет, я не пойду к этому человеку, я его люблю, но я к нему не пойду, потому что он для меня опасен. Я буду уже 10, год, 10 лет не жить, существовать, пока жизнь мне не вынудит пойти к этому человеку. И я позволю своему доверию реализоваться. Для кого-то это принятие. Я могу принять или не могу принять это в жизни. И пока я не принимаю, я не живу. Для кого-то это выражение своей истины, вообще выражение своих чувств. Я позволяю или не позволяю этому быть. И так далее. Для кого-то это выражение какого-то творческих своих идей, да, для кого-то это выражение своего права отставить, позволение себе отстоять свои границы. Для кого-то это право, наоборот, выйти за свои границы. Позволение вы себе выйти за свои границы. Это всегда какое-то позволение себе жить, а не ждать, а не быть в коробочке безопасности, мнимой. Потому что чем больше в этой мнимой коробочке безопасности, тем на самом деле вы большая мишень для жизни. Вот жизнь такая, ага, Кружочки возвел, да, вокруг себя Заборчики Красивые мешали Туда-то я и буду стрелять И так и происходит Чем больше защиты, тем больше Позволение себе жить меняет все Да Сейчас, по-моему, с моей позиции Массовый Выход детей Это с позволения жить Потому что мы сами их Калечим Так структура вся закручена Уже новое поколение выросло Которое за рамками Привычного социума Все вокруг их калечит Все эти школы ЕГЭ и все остальное Это калечит Потому что они другие Ну, то есть, опять же, конструкция Я это вижу, да, что У них уже внутреннее другое состояние Система все еще старая И они вот это вранье системы Не могут пережить Ну и просто На личном опыте Да Просто Косяками детей Психиатра Психиатра Их все стараются сделать удобными Но уже медикаментозными средствами Как, допустим, как взрослому человеку присутствующему Да, вот рядом Ну, вот себе можно посмотреть Да, потому что мы состоявшиеся на каких-то социальных людях Что с детьми с такими делать? Ничего не делать Вот, смотрите Вы своим вниманием Либо часть проблемы Либо часть решения Я всегда говорю Либо часть проблемы Я вообще хочу сделать такое Знаете, это бинго называется Такие вот Клеточки такие Где частый ответ У меня вопрос уже накопилось Вы либо часть проблемы Либо часть решения Смотрите Жизнь всегда победит конструкцию Всегда Вот этот дом Вот тот дом Вот любой дом Уберите оттуда людей Перестаньте его поддерживать Через 50 лет Тут камня на камне не останется Деревья прорастут Все разломают Все будет Жизнь победит конструкцию Всегда Жизнь внутри детей Победит системы Которые пытаются ломать Вопрос Внутри Вы не можете Вы не можете За ребенка За ребенка Скажем так Бросаться Ломать эти конструкции Нет Это опыт конкретной души Каждая душа Посильно берет На себя фронт работы Абсолютно посильно Вопрос в другом Вы либо транслируете Сами Разрешение Позволение Либо транслируете Жалость Какую-то вот Все плохо Вопрос Что вы транслируете Чувствует ли ребенок Что он Как бы Что он принят В своей отличности От этого мира Или нет Мне этого очень не хватало Мне приходилось Идти абсолютно вслепую Мне абсолютно этого не хватало Я рассказывал Я чувствовал себя Что со мной что-то не так А не с миром И я Мне легко получалось Вписываться в это Ну потому что Как бы там Я учился хорошо Общался с людьми нормально Ну то есть Занимался спортом Каким-то Было общение Но Но В глубине души Я понимал Что я как бы Совсем другой Бывают люди Более тонкой душевной организации Но правда в том Что им нужно Только это То с чего мы начали У него есть ощущение Что хотя бы Вы в его жизни Может быть Вы его в один раз В жизни увидите Но хотя бы Вы на него Смотрите глазами Как будто бы С ним все нормально Понимаете Что на самом деле Для человека Для человека Немного надо Ему нужно Хоть один Одна секунда Неосуждающего взгляда Чтобы он решил жить Потому что Человек всегда Тянется К лучшему опыту Даже к растению Всегда тянется К солнышку Даже если вот Все Высокими деревьями Засажено Вот какой-то Просветик И растение Оттуда Вот оно Как-то туда Человек так же Если хоть один Человек сказал Нормально все Ты только Ну Ты даже не сказал Взглянул с таким Восприятием А не с восприятием Типа Ай-яй-яй То все Этого достаточно Просто вы Часть проблема Или часть решения Будьте частью нового мира И все Больше у вас ничего не требуется Если есть возможность Расскажите Говорите Общайтесь Нет возможности Просто смотрите Видите Что в них жизненная сила Которая проломает все Просто Я всегда говорю Очень просто Вы смотрите На ребенка Которому нужна помощь На человека Которому нужна помощь Говорите про себя Я верю в твои силы С тобой все хорошо Можете В этом момент Вставать Разворачиваться И уходить Все Вы сделали то что надо Вы протранслировали Вибрацию Все Я верю в твою силу Я верю в тебя В твою силу В твоих силах Преодолеть все Что тебе нужно Сделать все Что тебе нужно С тобой все в порядке Вот если вы это Транслируете Все Можете знаете Как это Сказать Я люблю тебя И внутри Такое Сердечко ему Отправить Как лайк Такой Просто Надо голову Это ваша визуализация Вопрос в том Чтобы вы были Настроены В этот момент На приятие Этого достаточно Это магия Это работает Это работает Вы просто Выправляете Своё поле Вы просто Становитесь Частью решения Все А если вы Вот в этой драме Типа что-то С ними Я знаю Есть Действительно Непросто Это действительно Очень сложный мир Действительно Сейчас мы Находимся На вот этом Барьере Где Моё поколение Его еще Можно было Сломить Как-то Адаптировать Сейчас будет Сложно Очень Потому что И внутреннее Уже В детях Не поддается Сминанию Такому Там уже Подушка С эффектом Памяти Расправляется Эластичность Появляется Для внутреннего Мира Уже нельзя Продавить Совсем Навсегда На всю Жизнь И Конструкции Начинают Сжиматься Потому что Понимаешь Что теряют Контроль Вот это Кому Вам не нужно В этом Участвовать Просто Видите Что сила Внутри Детей Все Преодолеет Это Это Финальная Битва Будьте Не на стороне Кого-то А будьте На стороне Мира Которым Людям Существовать Германично Все 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 В Порядке Хотя Если Битва Между Людьми И Конструкцией То Можно Взять Кувалду На Дружат Конструкции Если Приносят Удовольствие У меня Прямо Назревает Вопрос Что Для Родителей Сейчас Делать У Которых Такие Дети Потому Что Родители В ужасе Они Дети У Дети Все В Порядке Они Брут Против Этой Системы Что То Делают С С С С Друг С Другом Родители Все В Дети Что Делают Не То Родители Тоже На С Жизнь Решает Родителей Жизнь Решает Родители Я Работаю И С Детьми И С Их Родители Приводят Подростков Сделайте Смешно Что Не То Лечить То Надо Вас Родители На Этой Фразе Либо Родители Разворачиваются Уходят Либо Что Включается Верьте В силу Каждого Этого Достаточно Нет Смысла Никого Спасать Не потому Что Это Красивая Идея А потому Что Каждому Дам Посильный Опыт А Своих Детей Спасать Приятием Видите Их Сильными Сбалансированными Прошедшими Через Это Сумевшими Найти Себя Не в протесте Против Жизни А Сумевшими Найти Себя В Выражение Вот Этого И Когда Вы С ними Говорите И Видите То Вы Начинаете Подсвечивать Им Этот Вариант То Вместо 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 Раскачивать Их Типа Делай Так Не Делай Так И Не Будет Хотеть Сделать Наоборот Вместо Вместо Возвращайте Их Центру Потому Нет Ничего Сильнее Чем Они Начнут Обращать Внимание На То Что В Центре Их Семь А Что Тебе Действительно Интересно А Куда А Куда Б Куда Б Ты Тянулся Если Не Нужно Б Об Об Беспокоиться Из-за Этого Примет Решение Чего Было Позволяйте Больше Чистоты Находить Это Адаптируется У меня Всегда Был К себе Ближ К Детям Сейчас У меня Всегда Был Только Вопрос А Если Не Нужно Бы Ни О Чем Не Нужно Было Отталкиваться От Внешнего Мира То Что Было Быть Чем Бы Чего Я Делал И Поэтому Я Все Ремя Шел На Прямую К Вот Напрямую На Правую Вот Это Упрямство А Мне Повезло С С С Что Делать Чем К К Не Повезло Допустим Вот Привели Пример Человек Взял Ответственность С Семья Дети Поддержки Нет Человек Наслаждается Человек Ищет Себя И так Далее Поддержки Нет Есть Очень Много Примеров Когда Семья Просто Разваливается Один Из партнеров Занимается Любимым Делом Занимается Йогой У него Не все Гладко Идет У него Есть Свои Ученики И так Далее А Второй Партнер Сильно Страдает То есть Он считает Каждую Копейку Воспитывает Детей Там Тяжелая Семейная Жизнь И Это На протяжении Всей Жизни Происходит Есть Реально Много Примеров И В лучшем Случа Это Развод Там Оба Человека Врут Сами Себе Я С чего Начал Я Начал С того Что Нет Другой Ценности Кроме Жизни Сейчас Когда я говорю Наслаждаться Жизнью Это не значит Уходить В йогу Или во что-то Уходить В какую-то идею И в какую-то Идеальность Если у человека Есть семья Если у него Есть дети То это тоже Часть его жизни И Наслаждаться Нужно И этим В том числе Я просто Вот Вот такие ситуации Это всегда Нечто другое Не бывает Такого Что Человек Занимается А Действительно Живет В благодарности К жизни Действительно Не создает Претензии К жизни Действительно Наслаждается Жизнью Действительно В благодарности К тому Что у него Есть Да А рядом С ним На протяжении 40 лет Страдают Окружающие Такого Не бывает Там Всегда Есть Искажения Причем На уровне И его И тех Кто Страдает Жертв Нету Мы Все Сотворяем Опыт Потому Что С одной С одной С одной Стороны Может Быть Уход От Действительности А с Другой Стороны Может Быть Зацикленность Это Не про Благодарность К момент В момент В момент Это Не про Отсутствие Претензий К жизни Это Если Человек Уходит От Семьи И Занимается Чем-то Там То Это Претензия К семье Если Другой Человек Считает Каждую Копейку И Живет Там Много Лет А этот Человек Ушел То Это Всякое Разное Но Это Явно Какой-то Невроз Коллективный Это Не Получается Что Вообще Существуете Вместе Что Что Происходит А Если Вы Любите Друг Друга То Почему Вы Не Позволяете Идти Дальше Где Там Проблемы Я Не Просто Не Хочу Идти В Суждение Кого-то Одного Или Другого Самое Простое Вот Этот Плохой А Вот Этот Хороший Обычно У нас Тот Кто Бедный Тот Хороший А Тот Кто Этот Плохой Тот Наслаждается Недостаточно Хороший А тот Кто Страдает Всегда Мать Тереза Ни черта Подобного Это Групповая Динамика Это 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 Равная Ответственность Это Вот Такое Сотворение И Там Всегда Есть Что Третье И Там Всегда Есть Возможность Гармония Это Всегда Опыт Всегда Хорошо Какие-то Брать Такие Идеалы Вакууме Но Если Мы Возьмем Реальную Реальных Людей То Мы Всегда Можем Увидеть То Что Там За Этим Стоит И Там Всегда Будет Стоять За Их Поведением Благо Желание Хорошего Недостаток Осознанности И Страх С одной С другой С другой Стоит Третий Теперь Про Детей Вопрос Твой Про Нет Я Хотел Не Совсем Понял Что Тогда Значит Наслаждаться Для Мужчины У них Не идеальные Условия В семье Да Никак Мы Сюда Пришли Не для Того Чтобы Находиться В идеальных Условиях Адриана Челентан Седьмой Ребенок В семье На которого Все забили Это человек Который Достиг В жизни Максимум Таких Историй Миллионы Человек Которого Вообще Не трогали Это высочайшее Благо Если родители Занимаются С собой Не ребенком Это высочайшее Благо Если родители Не балуют Ребенка Деньгами Это высочайшее Благо Для ребенка Потому что На самом деле Ребенок Когда приходит В этот мир Он уже Настроен На свой Источник Не на родительский И на самом деле Нет никакого Никакой Разницы Человек Родился В Состоятельной Любящей Семьи Люббедной И отрицающей Его семье Нет никакой Разницы Потому что Внутри Него Вокруг Него Будет Всегда Достаточно Ресурсов Если мы возьмем Историю людей Которые родились В тяжелых условиях У них кто-то был Бабушка Дедушка Дядя Человек на улице Который мог Который Поучаствовал В том Чтобы он смог Поверить Всегда Всегда Умозрительная Ситуация Которую Мы обсуждаем Что вот так Всегда В истории Каждого Человека Есть ресурсы Бог Никого Не оставляет Жизнь Никого Не оставляет Если человек Родился У него Будет Возможность Пойти Так Или Пойти Так И это Будет Ему Посильно Теперь Что значит Для мужчины Наслаждаться Здесь Нет Различия Между Вот Я Когда говорю Какие-то вещи Я беру Планку Над Над Гендерную Потому что Есть гендерная Психология Есть особенности Мужского Женского Восприятия Есть вещи Которые Определяют То Как мы Выстраиваем Отношения Также Когда мы Танцуем То Женщина Руки Держит Вот так Мужчина Держит Вот так Мужчина Шагает Вперед Женщина Шагивает Назад Есть Некая Динамика Но я Работаю Над Этим Мы говорим Вечи Более Тонкие Которые Не имеют Гендерные Приложения Но если Мы говорим О мужчине То Наслаждаться Для мужчины То же самое Что Наслаждаться Для женщины Это Жить Жить Ту жизнь Которую Ощущает Как Жизненную Как Настоящую Как Подлинную Если Мы говорим Вот уже В таких Мужских Категориях Янских Я не буду Говорить О мужчине Я буду Говорить О янской Энергии Потому что Мужское И женское Намешано В каждом Из нас В какой-то Пропорции Когда мы Говорим О янском Это значит Что мы Имеем Мы имеем У нас есть Желание У нас есть Видение У нас есть Энергия Для того Чтобы К этому Видению Идти У нас есть Дело Мы его Реализуем Мы находим Мы обретаем В этом Некое Некое Своё выражение Некое Своё проявление Янское Огненное Или воздушное Янское И в этом Мы получаем Наслаждение Это Это Всё равно Прожить Это Проживать Свою Энергию Какая Она Не была Она Может быть Огненная Воздушная Водная Мужчина Какая Угодная Земная Это Проживать Себя Полноценно Потому что Когда человек Проживает Свою конфигурацию Полноценно Неважно Чем он Занимается То Опять же Это не значит Это легко Но это Подлинно А когда это Подлинно То тогда Вопросов Не возникает Каждому Своё Правда же У меня Нету Концепции Насчет Того Что Должен Делать Любой Человек Любой Мужчина Любая Женщина Нет Таких Концепций Я видел Столько Натальных Карт Я видел Столько Бодиграф Я видел Столько Мужчин И женщин Я знаю Столько Личных Историй Что У меня Не сформировалось Какого-то Единого Мнения О том Что Кому Нужно Делать Я Постоянно Себя Отдергиваю Не объединяй Не обобщай Не надо Не надо Не надо Не надо Ты становишься слепым Если ты начинаешь Давать рецепты Ты слепой В этой ситуации И жизнь Постоянно Мне подбрасывают Противоположные Опыты Когда Одному Мужчине Нужно Браться И Фигачить А другому Мужчине Наоборот Нужно Взять И на свои чувства Обратить внимание И побыть в этом Какое-то время Я вижу Женщин Одной Которой Нужно Забыть Про Мужчины Идти работать Либо Вторая женщина Которой нужно Перестать Это делать И наконец-то Довериться Мужчинам Которые есть В ее жизни Я не знаю Это всегда Противоположные вещи У меня нет Идеи о том Что любой мужчина Должен Работать А любая женщина Должна доверять Все должны Работать и доверять В разных пропорциях И каждый человек В своей пропорции В своей И вот это Вот Поэтому Я не знаю Это мое видение Оно может быть Размывает представление О том Что кто должен Но у меня нет Идеи слова Должен В лексиконе В рабочем лексиконе Поэтому Есть Были у тебя Примеры Мужчин Которым Не надо Вообще Работать Давай я на своем Примере Расскаживаю Если бы Если бы у нас Не было бы Мужчин Которые Чувствуют И занимаются Творчеством У нас Не было бы Битлз У нас Не было бы У нас Столько всего Не было бы Где у нас Салевадор Дали Было бы Да Где у нас Было бы Если бы Был бы запрет На чувства И надо было Идти на завод Семью содержать Просто мы В этой гендерности Так погрязли Что мужчина Вот вы танцуете Танец Иногда и мужчина Делает шаги назад Иногда и мужчина Делает шаги вперед Между прочим Танго Сначала Который Был мужчин Да Потому что Танго Это практически Был этот Батл Ну вот Из опыта Родичного За кадром Эмоций У меня 5 детей Я ее Вращу Самостоятельно И при этом Я чувствую себя Реально Больше Счастливый Живущий Там Радостный Да Когда Вдруг Там Из Бизнес-леди Превратилась В такую Многодетную Мать С успевающим Ужим Который Прекрасно Моё Сколон И сюда Стал На диванчик Перестал Работать И Вот этот Выбор Жить Я принималась В такой Ситуации Когда Вообще Ни Одного Варианта Как Я буду Жить Вот Просто Такого Вот Вот Этой Как Я себя Погрузила В этот Подкаст И Когда Вот Он Как Стреляет Оно Реально За Один Вечер Происходит Просто Я поняла Что Если Этот Человек Выбирает Страдать Я Почему Должна Вместе С ним Страдать Я Выбор Жить Я Живу А Он Страдает До Сих Пор Страдает У У Нас Жизнь Идет Мы Проживаем Каждый День Новый Что-то Дети Меня Учат Быть Вне Системы Как-то Это Я Говорю Реально Что Просто Я Сейчас Гораз До Счастливей Полноценней Наполнений Вообще Все Идеально А Человек Который Не Выбрал Жить Он Не Знаю Где Даже Не Нужны Ему Ни Дети Ни Ной Потому Что Он Сам Сказал Что Я Ни Жизнь Выбрал Удобства Или Еще Что И Свернул В мою Сторону А Его Жизнь Была Вот Там Правда Правда В том Что И Мужчине И Женщине За Пределами Тела Есть Цельная Душа Без Гендерных Презнаков Которая Была И Мужчина И Женщина За Своё Воплощение И Мужчине И Женщине Как И Партнеры Партнерши Станции Иногда Ждал Шаги Назад Шаги Вперед И Бывают Моменты Когда Мужчина Может Несколько лет Не работать Бежать на диване И Аккумулировать Энергию Какая-то Перестройка Может быть Бывает Что У женщины В какой-то Момент Работает И Это Нормально Если Есть Понимание Уважение Друг Жена Потому что Меня Задевает Потому что Я с этим Сталкиваюсь В своей Жизни Как Быстро Псевдо Половинчатая Истина Становится Поводом Для претензий И неуважения Друг к другу Как быстро Идея О том Что Я мужчина У меня Такие Потребности А ты Должна Дорогая Моя Да Как быстро Вот это Все Посты Из серии Настоящей Женщине Нужна Безопасность Там Что-то Пространство И там Что-то Не только Шуба Как быстро То что Мужчине Нужно Чтобы Его Принимали Таким Как он Есть Как быстро Это Становится Поводом Для претензий Друг К другу Да мы Все Несовершенные Объемные И нет Другого Пути Кроме Как Видеть И уважать Смотреть Позволять Наслаждаться Наслаждаться В плане Благодарности Ты Такой Ты Ты не Можешь Быть Другим По моей Прихоти Если Ты Появился В моей Жизни Ты Ко Мне Что-то И у Меня К тебе Есть Чувства Это Не Значит Ты Мне Что-то Должен Это Как бы Очень Забавно Я Я Прочитала В инстаграме Написали Какая-нибудь Мила Левчук Какая-нибудь Написала Какой Мужчина Должен быть А какая Женщина Должна быть Давай Пляши Иначе Я Уйду Я Себе Не На Помойке Нашла Я Есть Более Достойные Мужчины Которых Я Сделаю Миллионерами Почему Эти Половинчатые Истины Все Как-то Вот Так Приживается Потому Что Снятие Ответственности Я Еще Пью Потому Что Снятие Ответственности В этом Потому Что Очень Комфортно Уцепиться За Это Даже Я Когда читаю Думаю Ну да Ну правда Женой Настоящему Мужчине Действительно Нужно Это И сразу Такое Сразу Такое Поднимаю Глаза И думаю А ведь Мне это Не дают Наверное Сразу Появляется Претензия К жизни Сразу Я Выпадаю Из потока Жизни Сразу Пропадает Благодарность Сразу Я Разбалансироваю Зато Я Настоящий Мужчина Настоящий Мужчина Я сейчас Приведу метафору Пожалуйста Не воспринимайте Ее Скажем так Как-то Вот Какой-нибудь Возьмем Средневековье Ну и Средневековье Россию Возьмем Там 18-17 Крепостное Право Вот есть Барин Хороший Добрый Барин Такой Заботящийся Есть Крестьянин Слуга У него В доме Работает Вот Барин У него Интересы Почитать Литературу Сходить Как-то Ну и Земли Там Себя Как-то Вот Отхватить Да И Чтобы Быть В безопасности Вот Разные Концер Разное Состояние Восприятия Вот Что Будет Что Будет Если Барин Начнет Мыслить В Парадигме Сознания Слуги Что Будет Со Всем Хозяйством Плохо Все Развалится Что Происходит Если Человек Начинает Мыслить И Как-бы Принимать Решения Исходя Из Скажем так Контрольного Пункта Вот этого Не контрольного А вот из этого Это слуга Это слуга У него задача Заботиться О безопасности У него задача Мелочность Мелкие вещи Решать Он Нам Не дан Для того Чтобы Выбирать Себе Миссию Выбирать Себе Духовный Путь Для Того Чтобы Принимать Важные Вообще Для Того Чтобы Принимать Решения Мозг Мозг Это Тактический Инструмент Он Нужен Для Того Чтобы Решать Семинутные Задачи Как Налить Чашку Чай В Чашку Да Как Он Нужен Для Чтобы Обучаться Для Того Чтобы Не Тратить Время На Каждый Раз Обучается Он Формирует Стратегии Его Основная Задача Взять Опыт Сделать Из него Стратегию И В себя Прописать Облегчение Жизни Но Когда Он Начинает Нами Руководить То Получается Слуга Руководит Господином Такого Не Должно Потому Что Это Невежество Человек Все Ну Вот Как Мы Не Умеем Пользоваться Собой Скафандру Руководит Нами Слуга Руководит Нами Хорошо Пора Почему Так Трудно Человек По Большому Счету Все Свои Решения Он Должен Принимать Из Сердца Я Может Неправильно А у Него Нет Выбора То Есть Какое Мы Решение Не Приняли Жизнь Нам Даст Только То Что Нам Нужно В Сердце Поэтому Решение Принимаешь Ты Не Принимаешь Это Зависит Только От Того Сколько Раз Ты Будешь Натыкаться На Стенку На Коридор Один Вообще Можно Я Разрешаю Посмотрите Еще Какой Смысл Человек Который Жил Без Выбора Он Просто Вот Жил Как Идиота А Потом Она Почему То Ушла А Потом Она Опять Вернулась И Стала Моей Женой Так Класс Он Слышит Не Это Второй Перегиб На самом деле Мы Здесь Для Того Чтобы Наслаждаться И Творить И Мозг Это Хороший Инструмент Для Творчества Даже Пальчики Хороший Инструмент Мы Хотим Слепить Что Без Пальцев Не Получится Также И Без Мозга Не Получится Нам Нужен Навык Нам Нужен Навык Для Выполнения Микродействий Для То Чтобы Как Наносить Мозги На Холст Как Говорить Слова Как Составлять Предложения Как Читать Все Это Делает Мозг Но Когда Мозг Берет На Себя Больше А Это Естественно Так Происходит Когда Мы Ему Даем Меньше Люд Когда Мы Себе Берем Меньше Власти На Нашей Жизни То Мозг Берет Больше Потому Что У Мозг Руководствуется Это Выживание Это Выживание Выживание Если ему Дать Возможность Оно Вообще Человека Парализует Выживание Потому Что Все Страшно Все Потенциально Опасно Поэтому Все Надо Проконтролировать А Желательно Еще и Человека Проконтролировать То Затормозить И Поэтому Когда Мы Сталкиваемся С Концепцией Любой То Это Куда Удобнее Для Мозга Мозг Думает Человеческих Отношений Там Другой Человек Он Какой-то Его Невозможно Контролировать Это Истина Он Какой-то Есть Такой Большой У него Есть Чувства Он Даже Так же Целен Как Я Не Я В это Не Хочу Погружаться Там Можно Раниться Больно Будет Геморроид С Человеком Надо Разговаривать Нет Лучше Я Этого Человека В Своем Голове Пристрелю Сделаю Считаю Что Ему Надо Оцениваю Этого Человека Попадает Он Под Мои Критерии Или Нет И Тогда Это Все Понятно Только Жизни В этом Нет Только Жизни В этом Нет Но Мозг Это Не Волнует Но Здесь Проще Просто Проще Просто Безопаснее Безопаснее Ждать Что В твоей Жизни Появится Если Ты Мужчина Ведическая Женщина Которая В тебя Будет Вдохновлять Напитывать А Готовить Борщи А деньги К тебе Потоком Пойдут Потому что Прекрасная Женщина Она Энергию Аккумулирует Даже От тех Мужчин Которые На нее Смотрят Она Аккумулирует Энергию И тебе Родному Отдает В бабках Сразу В бабках Сразу Классно Все через Канал Изобилия А просто Варит И наоборот Прекрасно Не думать О том Кто ты О вопросах Собственной Ценности Если ты Женщина О вопросах Того Может ли ты Или не Можешь Что-то В этом Мире Совершить Не смотреть На то Что мужчина Он тоже Человек А не Рабочая Лошадь Что вообще Мы эволюционируем И ты так же Цена И ты так же Творчески Созидательно Как и Весь И ты можешь Быть Проще Сказать Нет Придет Мужчина Позаботится Обо мне И я получу Иллюзию Состоятельности Собственной Иллюзию У меня будет Норковая шуба Это иллюзия Того Что я в жизни Состоялась Да я творчески Не реализовалась Да Мое мнение Для меня Не важно Даже для меня Да Да я соответствую Внешним каналам Красоты А сама себя Еще не до конца Принимаю Но у меня Есть иллюзия Того Что вот оно Все в порядке Только жизни В этом нет Но это Более простой путь Поэтому Мозг за это И цепляется Почему так Произошло Что вот Ну Человечество В основном Живло Божьем Потому что Не произошло Это исходный код Вообще Задача Человеческой жизни Это Выйти из выживания В доверие То есть Вот была планета На которой руководит Инстинкт выживания Всем Бог приходит И у человека Появляется Свобода выбора У обезьяны Появляется Свобода выбора Двигаться В сторону Бога Или позволить Этому инстинкту Выживания Сожрать Поднять Вибрацию Целого Поднять Организующий Принцип Изменить его Сдвинуть Ползунок В сторону Бога В сторону Любви Или Остаться В страхе Потому что Инстинкт выживания Это руководство Страхом Всегда Как управляющие Энергией Жизни Мы можем Подвинуть Этот ползунок Или не можем Подвинуть Этот ползунок Вопрос Здесь Всегда Но изначально Мы все Стартовали С этого Межчеловеческая Вражда Межплеменная Вражда Межнациональная Вражда Межлюгиозная Вражда Вот оно Оно Постепенно Раздвигается Но все равно Остается еще Выживательный Паттерн Только они Нет злого Выживание Просто Страх Причем Усиливается Это реакция А если Человек Забыл Как жить Бывает Такое Человек Вот Забыл Как жить Куда жить Ну вот Чего Забыл Как жить Потом Только Выживаем Вот Есть Такое Есть Не надо Ничего Делать Жизнь Все сделает Самая Любить Видите Что в человеке Есть сила Смотрите На него Глазами Человека Который Умеет Видите В нем Человека Который Умеет Жить Который Когда-то Умел Жить Мы все Когда-то Умели То есть У нас Это Есть Конечно Это Исход Это Бог Иногда Да Иногда Опять Нет задачи Ся Насиловать Обязательно Нужно Как бы Дойти До Какой-то Точки Такого Предела Чтобы Умереть Чтобы Опять Начать Жить Нет Но Неосознанная Жизнь Она Вот Именно Такая То есть Карма Как инструмент Скажем так Неосознанно Войти Не толкай По жизни А именно Так Работает Довести Человека До ручки Чтобы Он Захотел Двигаться Да Очень Многие Такие Люди Великие Которые Они Умерли Там У них Был Такой Момент Что Они Умерли Вот Внутри Себя А потом К ним Они Начали Жить Дальше То есть Это Нужно Довести Себя Да Не нужно Ничего себе Доводить Уже Довели Как Так Сделать Чтобы Не Доводить Себя До Этой Крайней Точки И Начать Жить Что 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 Ну Намеренно Намеренно Идете Внутри Себя Тоже Вы Выкиньте Этого Просто Сидите На стульчике Пьете Пофис Утро Вы Говорите Я Выбираю Жизнь Жизнь Я Выбираю Вот Это Я хочу Чтобы Вот Это Стало Основной Моей Жизни Я Позволяю Этому Проявляться